Значит, простая тема для обсуждения, чего я искренне не понимаю. Мы знаем высказывание Дмитрия Анатольевича Медведева об учителях. Вроде бы нет ничего такого в нем плохого. Что сказалось, если хотите получать больше меня, так идите в участковые милиционеры в Дагестане. Зачем им работать с учителями? Тем не менее, она вызвала громадное количество обсуждений. И мы бы решили включиться в этот вопрос? Я удивился следующему простому факту. Ведь все обсуждения были вокруг того, что почему они, Медведев такой плохой, денег учням платят мало, а платить должны гораздо больше и т.д. Тем не менее, существует один простой ответ. Это всероссийская стачка учителей. Все учителя перестают учить с 1 сентября, перестают учить школьников, математике, физике, английскому. И просто не выходят на работу. Вот такая забастовка. Это способ, нормальный способ борьбы трудящихся за свои права. И пожалуйста, повышайте нам до 50 тысяч, иначе мы работать не будем. И тогда что вы будете делать с этими детишками, непонятно. Соберите их всех в классы и поставите к ним участкового милиционера. Но кто тогда будет заниматься работой участкового милиционера и так далее? Ну не это не интересно. То есть это было бы естественным способом. Интересно, что никому, нигде в интернете я такого намека даже на это не видел. Настолько? Я встречал, да. А, было такое, да? Ну только со стороны человека, который живет в Америке. А, ну понятно. А здесь вот это, вот это я и предлагаю этому делу вместе со мной удивиться, вот этому фундаментальному. Когда первое, что напрашивается на любую фразу, стачка, забастовка, нету, все, не выходим полностью на работу. Неделю мы не выходим, это вам не Платон, потому что с Платоном там можно бороться, что-либо. А здесь просто не выходят на работу. Кого-то уволили, еще на неделю всей стране продлеваем этот срок. Так в чем ваша идея? Моя идея состоит в глубоком изумлении. Почему не произошло, что народ то ли настолько забит, настолько одичал, что даже в голову не приходим людям вот это самое предложить. Почему? Так дело в том, что мы живем в стране, которым институты, вот общечеловеческие ценности для большинства нашего населения, они просто далеки, и они, люди, об этом не знают. Но ведь было же иногда, шахтеры там куда-то выходили, сказки не случайны, на Горбатый мост. Это же все было недавно совсем. Сейчас я говорю фразу, что именно с профсоюзами вы упомянули, да? Если сейчас, значит, вот пойти в госорганизацию, любую, зайдете, да, раз, там окажется менее 50% личного состава членов профсоюза. Хотя это, так сказать, там ведется. Если пойдете в коммерческую организацию, в большую, может быть, там найдете профсоюз, там один или два человека. А если пойдете в контору, значит, где там, ну, конторы менее 20 человек, там вообще профсоюза не будет никакого. А если зададите вопрос, там 100 человек, например, для чего профсоюз, вам лучше, в лучшем случае скажут, как, мол, вот было в советском, это, профсоюзном билете, профсоюз это школа коммунизма, и все. То есть люди вообще не знают, зачем это такое, что это за слово. Ну, тем не менее, некоторые были. Вот у нас в те времена, когда страна потребляла некое количество автомобилей Фордов, то было, например, эффективно бороться с свои права, профсоюз в этом, во всем власти. Притом все было чрезвычайно смешно, все было чрезвычайно интересно, потому что они пришли туда, и от них вели вот этот Форд. Когда пришел, западные товарищи из профсоюза сказали, профсоюз должен быть здесь у нас. Нашли несколько человек, назначили их на эту должность более-менее активных, и там, на Западе, в Америке, за счет профсоюзной организации Фордовской, обучили. Они пришли и начали здесь заниматься тем, чему их научили в Соединенных Штатах Америки, то есть бороться за права рабочих. Таким вот образом. Очень интересно, я еще два других случая знаю. Вот это про Фордовский, да, это как раз и есть пример, потому что почему в странах североатлантической цивилизации существуют профсоюзы и привели пример, что да, вроде бы глупо там обучали. Да потому что это есть баланс сдержек и противовесных. Нет, это понятно. И вот точно так же есть еще две фундаментальные вещи. Есть какая-то, вот я знаю, у моряков такая какая-то организация, часть судовладельцев, они с ней сотрудничают, и они не могут установить зарплату ниже какого-то уровня. Очень высокого, чуть ли не две тысячи долларов США в месяц. Вот. А часть с ними, судовладельцев, не сотрудничает. Вот там есть профсоюз. Точно так же высокая зарплата, которая была у пилотов нашей гражданской авиации, тоже была навязана искусственно, потому что существуют альянсы, в один, в которых он вошел в Трансайр, в другой вошел в Аэрофлот, наши крупнейшие компании. И эти альянсы, чрезвычайно, через свое профсоюзное движение, которое было интерпорировано в их деятельность, навязали сверхвысокие зарплаты нашим ребятам. И у нас люди получали полмиллиона месяц в Аэрофлоте, при небольшой налете получал пилот. Это более вопиющий пример, это футбол, хаткейн, что там? Ну, там нет, там профсоюзно. Там тоже нельзя, они же какой-то платят, там тоже какие-то есть. Разве? Такого нету. Это уже область искусства, как бы. Нет, такого нету. А в общем, если какие-то переходы из одного куба к другому, то в другом кубе он не может перейти на более низкую плату. То есть как-то вот какие-то... Не знаю, я такого не знаю. Кое-что наверняка есть в Америке, там у них обмены, драфты и так далее. Но тем не менее, меня вот эта ситуация чрезвычайно поражает. Не в том, что люди сказали, а мы попытаемся объявить завастовку. Они это даже не обсуждают. Для них метод такой борьбы. А ведь на самом деле Дмитрия Анатольевича можно было бы мгновенно, при нормальном движении, его мгновенно приложили бы мордой об асфальт. Ну, мгновенно просто. Ну, во-первых, вы так тоже, Дмитрий Анатольевич, значит, уже говорите, что говорил выступающий, я не слышал. Но я слышал комментарий, который сказал Дмитрий Анатольевич, ну и сказал, да, комментарий. Нет, выступающий спросил, почему у них в Дагестане зарплата молодого учителя 10-15 тысяч, а участкового начинающего 50. А, так как, ну там же... Ну, что им Майпетрий Анатольевич сказал, что надо смотреть американский сериал Брэд Брэкин, он же во все тяжкие, и начать учителям химии варить метамфетамин. Нет, там иван в том, что просто, конечно, вот этот человек, этот второй чиновник нашей страны, он весьма некомпетентный. Но речь-то там шла под облёк обсуждение вот так называемых этих майских указов Путина. Да понятно, понятно. Так нет, там понятно смысл-то в чём, что может он и возражал, может он там надо было как-то более расширить. Нет, речь-то идёт о том, что... Единственный вопрос, что люди, что надо бить челом, а люди, мол, не по понятиям, на наш цех не отвезли денег. Так вы сами за это боритесь. То есть для учителей есть эффекты. Я ничего хорошего не могу сказать про российского учителя, вот честно вот говорю. Я вот уверен был глубоко, что если бы их сейчас погнать сквозь школьному ЕГЭ, которому они учат чрезвычайно, то баллы были чрезвычайно низкие. Народ принципиально некомпетентен. Математики не знают математики в массе своей, физики не знают физики, преподаватели английского языка не знают английского языка. Это на каждом шагу, это настолько распространено. Я знаю твёрдо, что именно школьные учителя, это именно та сила, которая оказывается наиболее активно участвует в фальсификации выборов. То есть из них состоят эти... Являются частью организованного преступления. Да, они являются... Ну, завуч обычно председателем избирательной комиссии, а все остальные сидят там, поставят фальшивые подписи, заполняют фальшивые бюллетени, боссы и так далее, и так далее. Все мы этим занимаемся. Ничего хорошего не могу сказать, но здесь гораздо интереснее не то, что они там сами не способны организоваться. Но то, что широким народным массам, которые это дело обсуждали в интернете, даже в голову не могло прийти, что такой способ борьбы и такой защиты своих прав существует. Он чрезвычайно эффективный, он чрезвычайно пассивен, потому что... А вы на каких ресурсах так что видели, что никому это в голову? Ну, а кто видел? Я много хожу где? В фейсбуке я хожу. Ну, какие то есть. Естественно... А вы на каком ресурсе увидели одного? Я в фейсбуке в живом журнале хожу. В одноклассниках у меня контакта не бывает. Вот. И так же остальные... В принципе, достаточно чрезвычайно фейсбука, потому что он довольно большой срез дает. Да, и тем более он наиболее продвинутый, как бы считается. Что там, типа, самая интеллектуальная, самая активная публика именно там. Ну, перешла в ЖЖ, перешла в фейсбуке. Да, в фейсбуке. Года три назад. Ну, это вот лишнее подтверждение того, что просто неразвитость нашла. Ну, вот это непонятно. Это неразвитость, что это такое. Это же очень удобно. Если ты берешь там одиночный пикет, то понятно, что куда-то надо идти, тебе надо стоять. Рядом с тобой будут становиться эти сексоты, два-три человека. Будут говорить, мы тут провокаторы. Тогда, поскольку этот пикет будет больше трех человек, всех их будут забирать в кутузку. Это мы все понимаем. Но здесь обсуждается либо болотная площадь, а такие простые методы борьбы за свои права и за свои интересы, как забастовка, как стачка всероссийская, люди совершенно не обсуждают. Ну, во-первых, понимаете, что не надо, значит, тоже, Игорь Юрьевич, касаться сразу в крайности, там, стачка, забастовка и так далее же. Ведь профсоюз же организуется для чего? Что это, собственно говоря, представители с одной стороны трудящихся, как говорят, а с другой стороны, вот есть это представитель работодателя, или там капиталист, как уже назвать. И сначала же идет обсуждение процесса, а забастовка и стачка – это уже крайние формы, вот именно профсоюзной борьбы. Да, но проблема состоит, что если бы была бы какая-то сила, в голову бы это приходило, хотя бы часовую забастовку провести, это было бы нормально. Забастовка – это есть проблема для обсуждения. Вот смотрите, там, значит, если это проблема в рамках майских указов, вот у них, значит, от этой республики, от какой там гражданин, есть там депутат, есть депутат местного собрания, есть губернатор, есть депутат Госдумы. Так а где эти ребята? Они хоть раз обратились? И как вы, представительные, вот вы наши депутаты, вы представляете, вот, значит, первый чиновник написал такие положения, что должно быть там в два раза больше, как там, средние зарплаты по отрасли и по стране, там как-то, ну, такое положение. Почему до сих пор это не реализовано? И что, они же, вы же спросите у этого выступающего, он скажет, что он даже таких словей не знает, там, депутата Госдумы. Вот о чем речь. А вы призываете сразу к зубастому. Ну, а как? Конечно, должен быть спокойный, простой, эффективный, технологичный способ. Вот обращаться куда-то, письма писать, что-либо еще, это вопрос не технологичный. Это как по поводу выборов. Если вам не нравятся наши выборы, обращайтесь в наш суд. И там мы вас заставим, это, все что угодно, мы там, землю из горшка есть, еще что угодно будем сделать. Не надо, то есть нужно действовать, должно быть простое, технологичное. Объявление забастовки учителей, на неделю, скажем, это простое, технологичное действие. Нет, это, во-первых, не простое, технологичное, и вы не правы, потому что в любом законодательстве, в том числе, значит, вот как это в северландических странах, так и у нас, существуют, значит, процедуры, которые предшествуют забастовке. И, значит, не надо говорить, что это откроете трудовой кодекс и посмотрите, что там написано до забастовки. Забастовки в Российской Федерации разрешены, да, но она не является сбухой барахты. Мы вот пришли вот из одной конторы, там, да, он работодатель, а мы три работника, да, и сказали, а, плоп там, улад, все, мы сегодня... Нет, вот полезно провести часовую, провести часовую, а после этого, значит, я понимаю, что с любой группой, которая организаторов, будет в рамках этого закона очень плотно работать. Вот мы же помним, как была с Роторрентом, да? В чем там состоял... С кем? С Роотрекером, с Роотрекером. С Роотрекером как-то. С Торрентом. Да, с Торрентом с нашим главным. Значит, с ним как там была эта ситуация? Они как бы заблокировали и предложили этот вопрос решать в суде. Цель состоит в суде не в том, чтобы состоялся суд, а в том, что люди, которые владеют этим ресурсом, показали себя, предъявили. И они совершенно правильно сделали, что они стали себя предъявлять. Ни адвокатов каких-то не набирали, ничего. Они не продвигали. Они с этим делом, с заблокированием смирились. Ну и на самом деле, после этого, разумеется, этот рэкер стал только интереснее, лучше. Потому что стали ресурсы, то есть фильмы, все, что нам интересно, стали выходить гораздо быстрее. То есть они... Они в Турбо Домой перешли, да? Нет, они там же остались. Они просто их... Они заблокированы официально, но это не означает, что при помощи такой полезной функции, как Opera Turbo, нельзя стало их смотреть. То есть они в том же российском домене оставили, да? Нет, они, по-моему, никогда не были в российском домене, уже давно. А как это? А как в смысле, если они в российском домене уже заблокированы? Домен не имеет никакого значения. Сервер имеет значения. Хостинг имеет значения. Нет, не хостинг имеет значения. Есть значения провайдера, господа. Провайдер... Ну, сервер, где сервер расположен? Вот, это есть. 8-катр есть провайдер. Да. Домен, у меня домен.ru может быть и в Америке, и где угодно хостится. Домен не имеет значения. Это регистрация. Домен, это такая формальность. А регистрация с адрес карточкой? Да. То есть какая фирма управляет вашим сайтом, да? Вашим доменом? Нет, не управляет. А где находится сервер, где расположен мой сервер? Нет, ну блокируй провайдер. Блокируй провайдеры доступ к определенному роду сайту. Ну, блокировка есть двояркая. Можно блокировать сервер, закрыть, прийти, арестовать и все. А можно... Это физически, в смысле. Да, да. А можно провайдер, который раздает интернет, запретить обращение к этому адресу. Да. Вот всем провайдерам надо. Ну, всем провайдерам. Да, на то есть Роскомнадзор. Да, Роскомнадзор, который выпускает, что такой домен блокирует. И когда я пытаюсь на него выходить, написано, вот Роскомнадзор блокирует его. Я включаю. Да, мы включаем Оперу Турбо. Опература, значит... И вот таким образом я получаю с Оперу Турбо, а не с тому сайту, выход, которому заблокировано. То есть прокси-сервер, промежуточный сервер. Да. Лично нас говорит о том, что... И здесь точно так же. То есть действия должны быть простые и эффективные, но не это интересно. Нам, в то есть, к из-за речи философского штурма, сущей позиции, нам интересна та форма социального дичания, которая даже не предполагает, что такая форма борьбы за свои права возможна. Вот в чем дело. Ну вот в этом плане очень интересно. Эта мысль у меня давно была, но вот вы, так сказать, свои выступления, что действительно никаких комментариев вам это не попалось, вот подтвердили. Вообще, вообще, ну это вот бросается в глаза. Какая разница? Можно... Сейчас как бы очень много есть народа, которые готовятся к революции. Да, они к чему... 5-го, 11-го, 11-го. И это удивительно. Они готовы выходить на улицы, запкидывать кирпичами, что-то еще. А такая спокойная, нормальная форма и мощнейшее воздействие... Почему? Кто готов выходить на улицы? Ну, они готовы это обсуждать. Нет, ну как бы уже сейчас целодвижение... Нет, ну они... Может, они не готовы выходить? Ну, они готовы это обсуждать. Они вот это обсуждают. Сожженные покрышки, Майданы, это все они обсуждают. Так в этом-то вся и плохо, что вот дикость дебилизации общества и дегенерации, она... Нет, вместо того, чтобы объяснить, собственно... Да, до прихожения недельной забастовки учтения у всех зарплата будет по 50 тысяч уже завтра. Это мы посмотрим через два года. Да нет, они-то может там где-то посередине договориться, но в любом случае могли бы договориться. Ну, могли бы договориться. Власть у нас не любит идти на встречу. Нет, она понятна, что она не может идти. Это бы убраться... Но это вообще очень убийственно, потому что одно время там какого-то Навального, человека вольной профессии, по... гонять по... по буиракам. Это вот одно дело, по юридическим. Это одно дело. А другое дело, что это учитель или что-то еще. Нет, но это учителя... Я хочу сказать с другой, вот с точки зрения управления, что вот так называемые вот эти майские указы, там их сколько-то штук принято, да, и там много. И вот, в частности, вот коснулись вы невыполнение там одного из пунктов этих там, этого комплекса мероприятий. Тогда сколько прошло там 12-й год, сегодня 16-й, 4-й года, и где контроль, где контроль, где... где... Какой результат-то? Нет никакого. Значит, надо по... Если система управления нормальная, то надо или отменять эти положения, или, значит, делать это какие-то, ну, подвижки. А зачем так вот людей натравливать, и потом, значит, вот вы призываете там к забастовке. Меня-то дело не то, что я к забастовке призываю, хотя к забастовке я тоже призываю, но я хочу сказать, что просто удивительна та степень обсуждения в обществе, которое даже такие вещи не принимает в расчет. Вот это удивительно. Дебилизация? Вот не уверен, что дебилизация. А чего? Общество у нас, как бы, это... понимает, почему только крайние меры. Вот крайние меры, там, они... Ну, запастовка тоже ничего себе крайняя мера. Потому что, допустим, всегда же, когда кого-то обвиняют, или что-то там, всегда говорят, что их надо убить сразу. То есть не осудить, там, не там, может быть, не там, не посадить на какой-то срок, а именно сразу убить. Ну, так я говорю, если... Все всегда хотят всех убить, тех, кто не нравится. Почему-то, опять же, крайние формы. А почему-то не согласен, что это есть степень деградации? Деградации просто... А чего это? Ну, как бы, ну, если народ, условно говоря, так... Можно сказать, что это не цивилизованность. Ну, да. Ну, так это и есть. Ну, чтобы была деградация, нужно сначала, чтобы была цивилизация, а потом деградация. Да, это как бы... Никогда не было такой цивилизованности. Почему не было цивилизованности? Потому что страна была всегда христианская. Никогда не было такого цивилизованности. Ну, почему? Выдержи забастовки, стачки, все это стачное движение было. Нормально стало демократическое движение в Севере. Вы вспомните даже вот этот был раскол, какие меры были? Что раскол? Такая семья, вот сам... Было дело, один раз подавлял забастовку. Ну, было, да. Ну, и что? Вот я реальный человек, не по запросу. Вас надо расстрелять. Почему меня расстреливают? Нет, я имею в виду, что кто-то подумал, что враска такой плохой, надо вас расстрелять. Почему? Значит, вот я до сих пор живу, это было там 30 лет назад. Вы вспомните, в Северное, в Советское время были процессы, да, там. Народ же кричал расстрелять, повесить, казнить. Тогда, так вот... Ну, это... А почему вы думаете, что как... Откуда деградация наступила? А почему вы думаете, что прошло сколько-то там не так много лет, 60-70, и что-то изменилось? Да почему 60-70? Вот даже... Деградации никакой нет. Как было общество советское, так оно и сейчас советское. Но оно еще хуже стало. Вот это, я вам скажу. Нет, хуже оно не стало. Это не правда. Этими же стучали же касками. Хуже не стало. Шахтеры же стучали касками. На самом деле, элементы, наоборот, элементы цивилизованности появились. Элементы цивилизованности. Ну, в каких-то местах лучше, в каких-то хуже. Ну, так сказать. Но никакой деградации, деградация может возможность. Сначала было цивилизованно. Цивилизованности и не было. Она еще и не была достигнута. Ее просто, в принципе, не было. Нет, ну как вы... Вот почему, в принципе, не было? Вот тот же... В старское время, оно было на уровне... Да, вот, давайте, вот, конкретно. Вот, профессоретники шилома там, да, там, общество. Все мы, значит, были вот это... До перестройки членами профсоюза. Вот это же был признак цивилизации. Не будем обсуждать, как бы... Профсоюз это марионет... Марионетчный был, да? Не будем мы обсуждать. Ну, а сейчас так осталось, да. А сейчас, сейчас я привел пример того, что... В госструктурах даже, в больших конторах, там, численностью более 100 человек, там, на то, менее 40% будет личного состава членами профсоюза. Вот я говорю, вот это и есть процесс, я назвал деградацией. Я вообще считаю, что профсоюз это такое же чиновничество, только на уровне, там, более незаванного. Он не нужен. Нет, нет, кстати. Если люди могут, на самом деле, сами организовываться и выдвигать какие-то требования, никакой профсоюз не нужен. Да, сейчас же по сети можно все это делать. Все это не нужно. Я говорю, у меня на работе люди организовывают, приходят, мне претензии предъявляют и все решается. Так же и тут могли бы они как-то просто, там, сказать, бросить клич, там, обзвонить себе знакомых учителей, да, там, и организоваться. Профессиональный профсоюз. И все эти... Легко покупается, да? Да, и почему это? Зачем, почему легко покупается? Ну, ты же сам говоришь, что вот у тебя на работе... Ну, покупается. Силовое давление на них оказывается. Это же известно было, что американский профсоюз, в этом смысле, контролировались так называемой мафией. В первую очередь, сейсилийской. Ну, не будем так говорить, что значит, это... Нет, это все было, но при нынешних технологиях... Идеальный смысл профсоюз есть, когда сами рабочие организовались, выбрали своих представителей, и эти представители там выдвигают какие-то требования от лица всех. Это идеальный смысл. А на самом деле просто создается прослойка вот таких профсоюзных работников, которые ничем не занимаются, как жирок отращивают, да, и как бы и деньги получают. И они, то считаешь, как чиновники, они заботятся только о том, чтобы остаться на теплых местах. И договориться и там, и тут, понимаете, и со своими рабочими, и как бы с работодателем. То есть все всегда, на самом деле, как бы где-то попадает в стандартную ситуацию, да, где... Почему стандартную? Вот же, вот ты, Игорь Юрьевич, привез... А посредование, да, и это посредование всегда ведет к тому, что все как вот, как вот и есть. Все, как... Да нет, ну, Влад, ну как-то не совсем уж, что... Зачем любое явление... Ну, это наши депутаты, опять же, вот так, как... Хорошие идеи, да, вместо того, чтобы весь народ голосовал, сначала выбираются депутаты, да... Ну, вместо того, чтобы по каждому решению, ну, кто, например, голосовал, весь народ, да, это дорого. Выбирается депутаты, да, там, от разных мест, да, депутаты являются представителями народа. Они, как бы, рассматриваются эти документы и голосуют. Ну, как на самом деле случается? Опосредованная, вот, прямая демократия, как бы, она ведет к тому, что эти депутаты держатся за свои места. И самое главное, ему держаться на этих своих местах, как бы, да, они там, жируют, там, получают свои какие-то привилегии, там, зарплаты и прочее, и на насрать на воле извинения народа. Да, ну и почитаю. Да, всегда, это одна и та же тема, везде работает. Да ничего подобного. Вы всегда, вот вы видите сейчас, вот, сейчас вот так. Это точно так же, и не только ведь у нас, там, точно так же. У нас в Западе, везде, да. Они, европейская, европейская чиновница была, не надо. Европейское чиновничество, вот это это, чиновничество Евросоюза, точно так же и все недовольны, потому что они, на самом деле, что иной, как держится на своих местах. Если бы чиновничество была, то, и не оставят они интересные места. В Голландии прошел референдум, да. Европейское чиновничество было насрать, на мнение народа, правильно? Насрать было. И так будет везде и всегда будет там. Потому что вот это последование непосредственного волеизъявления, оно всегда становится самоценно. И стремиться к тому, чтобы просто свой статус как бы сохранить. Поэтому, на самом деле, для того, чтобы у нас была демократия, прямая, чтобы страна распалась на много маленьких государств. И тогда, на самом деле, когда будет прямая демократия. Потому что иначе не получается. Иначе будет всегда так, что чиновники будут работать на себе. Ну, прямая и ликвевая демократия, это не самоценность. Нет, прямая и опасная. Это не самоценность. Вот, например, в Афина была. Единственная там была прямая демократия. Весь народ выходил на площадь, да. По каждому важному вопросу голосовал. Весь народ. Все жили Афин. У нас такое невозможно представить себе. Вся Россия вышла на него. Почему то же самое? Это уже сказано. А ликвиендумы, которые это все здорово стоят. Про Псков рассказывают. Нет, сейчас, конечно, все это возможно. Сейчас можно благодаря... Интернет голосование можно делать. Да, за счет интернет голосование. А почему ты этого бояться? Ну, это понятно. А вот, например, вот взять простую даже вещь. Православная церковь, на самом деле, согласно старым как бы догматам, там всякого рода Гатима, канонам должен быть поместный собор. Понимаете, где они должны происходить, я не помню, не режу, чем они раздействовали. Их уже не приходил, что там уже синие след, по-моему, не было уже, этих поместных соборов. И бояться не упровести. Они там вадили, теперь эти каноны там подменили тем, что теперь произойдутся архиерейский собор. Потому что, как бы, боятся они этих поместных соборов. И, в том числе, и дорого стоит, опять же. Это везде, это вот все структуры так работают. Все загнивает именно так. Все, что может загнивать, она загнивает. Загнивает Российской Федерации, не значит... Везде. В Западе все то же самое. Проблемы демократии на Западе, это таки же, как у нас. Ну, Булат, извини меня, значит, это уже... Мне просто... Ну, вот Голландия, хороший пример. Я вот вообще не понимаю. Какой? Какой? Они голосовали за то, что это... Как вот по поводу Украины, да? Кто они? Голландцы. Ну, и все живете, в какой стране-то вы живете? Так вот, о чем вы говорите? Ну, Голландцы проголосовали. По идее, что должны депутаты, как выразители воли народа? Они должны были, соответственно, двигать дальше это воли изменения народа, вплоть-то там до парламента, там какого-то европейского, и так далее. И там эти интереса встать. То есть, вето, наложите, прочее. Они этого не сделали. Почему? Это же маразм. У них голос... У депутатов никакого власти нет, чтобы транслировать власть народа. Почему? У них нет никакого своего мнения. И не должно быть. Булат, ты здесь не прав. Значит, во-первых, ты транслируешь то, что тебе сказали по телевизору, да? Ты... Я такой дебил, как бы... Голландцы. Только то, что по телевизору говорят, то... Голландское законодательство ты не знаешь. Да причем я знаю, что такое демократия. Вот если я депутат, и все люди, которых я представляю, мне передали какое-то требование, я не имею права его изменить на другое. Потому что я никто, я только посредник. Я только человек, который несет это волеизъявление дальше. Все. Если я как бы... Если вдруг я скажу, что передам другое волеизъявление, значит, я кто? Значит, я не депутат. Потому что я, собственно, не представитель. Ну, это же в любое представительство везде. Вот фирма, да, взяла представитель на переговоры. И там этот представитель начало себя одиннести. Ну, какой представитель? Потому что уберут по другому представителю. Правильно? А того куда-нибудь там. И так в любом представительстве представитель не имеет своего голоса. Мы, например, на международной арене Лаврова. Он, конечно, пришел там и захотел, что хочет и говорит. Да нет, конечно, он говорит то, что ему, как бы, как представителю нашей страны, там, сказать, диктует, там, не знаю, там, руководство, да, там, страны. И так на всех уровнях. Одна и та же логика. Если ты депутат и представитель, ты должен нести волю народу, там. И если это воля народу, как бы, ты, как бы, отклоняешься от нее, значит, как бы, тебя надо смещать. То есть, по идее, голландский орлами должен в полном составе быть. Ну, это твоя интерпретация, насчет, там, воли изъявления. Нет, ну, это же, я же про голландский говорю, потому что это проблема более фундаментальная, онтологическая проблема опосредования. Да, да, вот это другой вопрос. Она везде работает. Она везде есть, да? Только для представительской демократии не работает, ну, вот, и все. Почему, если есть проблема, не значит того, что, значит, никакая там представительская демократия не работает. Рано или поздно, потому что последняя становится. Ну, что, все, да? Да, конечно. Все, вы сказали.